Это срочный внеочередной выпуск. Цена биткоина прямо сейчас капитально обрушилась, потеряв почти 1000 долларов за несколько часов. И вопрос в том, останется ли цена биткоина в пределах этого треугольника или же закроется ниже него и пойдет искать новые низы. В этом видео я расскажу вам о том, каковы ценовые цели этого движения биткоина. Также мы поговорим о финансовых рынках, которые прямо сейчас падают по всему миру. S&P 500, Dow Jones, все финансовые рынки прямо сейчас навернулись с горки. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый неожиданный выпуск. Обязательно поставьте лайк под это видео, давайте наберем 2000 лайков. YouTube душит мои ролики сейчас с неимоверной силой, так плохо еще никогда не было за всю мою историю. Но давайте ему покажем силу нашего комьюнити. А начнем мы с 4-х часового графика биткоина. И как вы видите, цена биткоина оттолкнулась от верхней границы треугольника и буквально за час обрушилась так сильно, что даже ушла ниже треугольника. Вопрос лишь в том, сумеет ли эта свеча снова закрыться в треугольнике и вернется ли она к его верхним пределам. Либо же цена биткоина продолжит падение в поисках новых низов. Во-первых, если мы найдем индикатор VPVR на просторах TradingView, то увидим, что очень сильные уровни поддержки были буквально уничтожены. И самое главное, что в решающем моменте VPVR тоже был сломлен. Также у нас есть индикатор EMA Ribbon, который был лишен уважения со стороны биткоина, цена которого ушла значительно ниже, даже самой нижней средней скользящей. Если эта 4-х часовая свеча закроется в пределах треугольника, а потом оттолкнется от нижней его границы, то это будет очень бычий сигнал. Поэтому на протяжении следующих 4-х часов вы просто обязаны следить за этим, если вы торгуете биткоином. Очень важно, ребята, если на дневном графике дневная свеча закроется ниже симметричного треугольника, тогда, ребята, нам придется ориентироваться на следующую ценовую цель, о которой я уже говорил в предыдущем видео о биткоине. Но считал ее тогда менее вероятным сценарием. Это приведет нас к цене в 7 450 долларов. Кстати говоря, именно на этих отметках существует один CMY GAP. Но есть один позитивный сигнал. Если на дневном графике цены биткоина включить EMA Ribbon, мы видим, что цена не ушла ниже этого индикатора. То есть на дневном графике EMA Ribbons выступает хорошей поддержкой для биткоина. Посмотрите, как он идеально отскочил. Так что я бы сказал, что мы можем попробовать на прочность самую низкую границу индикатора. Это 8945 долларов. Если этот уровень удержится, цена оттолкнется. Если же нет, то вероятность обвала еще ниже очень сильно увеличивается. До уровней 7500-7800 долларов. И ребята, сейчас я остаюсь в стороне от всего этого. В такой ситуации я торгую только на пробое вверх. Не люблю я эти шорты, мне нравятся лонговые позиции. Теперь, когда мы поговорили про сверхкраткосрочные перспективы биткоина, я хочу перейти к конкретным причинам такого обвала. И они носят совершенно не технические причины. Исходя из технического анализа, было намного больше шансов биткоину вырасти, а не упасть. Нет, причина не в этом. Причина перед вами. S&P 500 упал на 5% и продолжает падать. Это исторический момент. Конечно, у нас уже был мартовский обвал из-за вируса и все такое, но это все равно безумие. Все говорили о том, что ФРС печатает бесконечное количество денег и все будет хорошо. Но теперь, возможно, все это было просто отскоком дохлой кошки? И это не только S&P 500 или Dow Jones, это все рынки. Посмотрите на азиатские рынки. Nikkei упал почти на 3%. Все рынки прямо сейчас падают. По моему мнению, очень скоро может произойти следующее. Федеральные резервные банки и другие центробанки могут выйти на рынки и выкупать все подряд. Акции и корпоративные бонды. Вот что сказала Джанет Йеллен, не самый последний человек в ФРС. Федеральная система может помочь экономике США в будущих падениях, если сможет покупать акции и корпоративные бонды. Ребята, запишите эти слова в историю. Это начало самого большого грабежа в человеческой истории. И почему я так говорю? С каких пор ФРС стала ответственна за пампы фондового рынка? С каких пор это ее обязанность? Фондовый рынок должен отображать реальное положение вещей в экономике, но ФРС не дает ему этого сделать. Фондовый рынок оторван от реальности. Это какой-то чистой воды. Бред. Все, что они делают, это просто раздувают цифры и приносят прибыль своим друзьям. Своим друзьям. Я еще раз повторюсь, только своим друзьям. И самое забавное, что они делают это с помощью валюты, которую только что распечатали сами. Это огромный скам. Самый большой обман человечества. Самое большое обворовывание человечества. И похоже, они не остановятся, пока не заберут все акции в свои балансовые счета. В любом случае, напишите в комментариях, куда, по вашему мнению, пойдет цена биткоина. Пока что у нас нижняя цель 8945 долларов. Если она удержится, увидим отскок. Если нет, может произойти поход и на 7500. Это был экстренный выпуск. Меня зовут Богатейший Ди. Не забудьте поставить лайк. Давайте наберем 2000 лайков. И увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok